Купить машину и оказаться в руках мошенников. В Москве действует сеть автосалонов, в которых обманывают покупателей. Чтобы этого не произошло, туда надо ходить с юристом или диктофоном. Контракты специально составлены так, чтобы человек попал в финансовую западню. А потом доказать свою правоту в суде практически невозможно. Смотрите репортаж нашего корреспондента Марины Светлой. Она подробно расскажет, как надо себя вести, чтобы вы остались при своих деньгах, а мошенники на бабах. Пока вы не внимательны, происходит все наоборот. Вот эта машина, а сигнализация не срабатывает. Она четыре раза была в авариях. Когда Павел ехал в автомобильный салон за белым вместительным седаном для всей семьи, он совсем не ожидал, что после ему придется возить троих детей на этой красной малолитражке. Объявление о продаже нашел на популярном интернет-сайте. 2015 год, минимальный пробег, идеальное состояние и цена всего 440 тысяч. От официального дилера использовался в салоне в качестве тест-драйва. Приехал в салон, посмотрел, пощупал, посидел, подписал договор. Бору половину суммы погасил тем, что по системе трейд-ин продал им свою же машину, на которой приехал, остальное наличными. Правда, когда подписывал бумаги, заметил. На первой странице стояла сумма 440 тысяч, а на вторую уже 850. Сотрудники поспешили заверить, эта цена до скидки, никаких переплат не будет. Машину забрали на предпродажную подготовку, а за 10 минут до закрытия салона. Пригласили к директору подписать еще один договор, якобы уже для ГАИ. Павел, не вчитываясь, подписал, а когда пришел в кассу получать ПТС, ему объявили, он должен еще 410 тысяч. Шок, паника, я понимаю, что как-то ловушка захлопнулась, я пошел к директору. На что он мне сказал, этот договор он не расторгает. Здесь есть условия, по которым, если вот сейчас до закрытия салона ты эти деньги не внесешь, вот ты попадаешь на неустойку 30%. В салоне предложили либо забрать один из поддержанных автомобилей на парковке, либо обращаться в суд и уходить ни с чем. Законодательство у нас конфигурируемо таким образом, что договор, он исключительно добровольный. Подтверждением того, что он заключил, является воля изъявления сторон, выраженная в подписи. Так же, как с задатками салона говорят так. Вот вы внесли предоплату, да, но они делают хитрее. Они называют ее задатками, по нашему законодательству влечет то, что если человек с этим согласился, то задаток не возвращается. Забивая в поисковике точно такую же машину, которую пытался купить Павел. Белый Хиндай Солярис 2015 года. И вот, пожалуйста, правда, номер телефона уже другой. Город почему-то клин, хотя написано, что забирать в Москве и в комментариях продавца. Дорога до нас оплачивается. Видимо, это уже новая приманка вместо машины после тест-драйва. И можно было бы подумать, что это совершенно другое объявление, если бы не фотографии. Один в один. По телефону подтверждают. Приезжайте, машина на месте. Центр Москвы, в салоне белые кожаные диваны, приветливые менеджеры. Правда, все автомобили почему-то без ценников. А при первом же разговоре оказывается, что нужной нам машины нет. Но это заключается в том, что... А что это? Мне нужны деньги какие-то платить? Скоро. Стоит 450. А она в воздушном состоянии не видит, я не прошу. Я должна уже на 450 тысяч, может быть, договор. А можно вернуть, если возможно не устроить. Как кот в мешке, купи машину, которую в глаза не видел. Просим показать образец договора. А в битве написано, что если мне не понравится машина, то я смогу вернуть. В случае, если же она будет в соответствии с физическим данным, разговор говорит. Мало ли, ну... А что мало ли? Ни восьми процентов, то есть ничего мы не знаем. Не стоит верить на слово, в договоре сразу бросается в глаза. 450 тысяч названы задатком, а значит невозвратным. Чтобы добиться честного ответа, понадобилось еще несколько раз задать один и тот же вопрос. А если я пощежу, ну и передумаю. Девочка, я хочу пощупать, потрогать. К сожалению, не все такие дотошные, как мы. И, как правило, на этом моменте договор подписан, злоумышленники ликуют. А это уже Екатеринбург. Здесь Антон за 840 тысяч купил новой Киа. Машину сразу не отдали, объяснили она на предпродажной подготовке. А через пару дней попросили доплатить и еще 60 тысяч. Якобы за это время завод-изготовитель поднял цену. Расстроенный покупатель деньги заплатил, теперь уже год судится. Пока безрезультатно. Зато у другого жителя Екатеринбурга Алексея на руках решение суда. Где фирма, которая по системе Трейдин продавала его спортивный внедорожник, должна вернуть мужчине более миллиона рублей. Здесь был офис, ни денег, ни автомобиля. И компания, это уже не существует. То есть за дверью, конечно, есть автомобильный салон. Но только по документам совершенно другой. Автосалоны меняют адрес юридического лица, меняют все уставные документы. Переквалифицируются, регистрируются на другие лица. И отвечают за свои поступки только тем уставным капиталом, который у них есть на балансе. Доказать свою правоту в суде шансов мало. И все документы подписаны покупателям самостоятельно. Спасти бы могла аудио или видеозапись, где все четко слышно и видно. И можно идентифицировать человека, который пытается вас обмануть. Ну а если такой записи нет, то тут все юристы в один голос повторяют. Семь раз проверь, один подпиши. Причем на каждой странице. Марина Светлая, Юлия Загранична, Валерий Жичкин, Денис Бахвалов и Виктор Швагерус. Первый канал.